Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами будем строить свой космодром и запускать ракеты к дальним звездам и планетам в игре, которая называется Тинни Спейс Программ. Ну и вот, в общем-то, наш космодром, он довольно-таки неплохой. Он выглядит, как любой другой космодром. Внизу снуют человечки, а ракета готовится к запуску. Ну и давайте посмотрим, какие миссии у меня есть на данный момент. Ага, просканировать Луну. Звучит неплохо, давайте попробуем этим заняться. Построим корабль со спутником. Больше, к сожалению, я ничего сделать не могу. Технологии не изучены, поэтому пока так. Окей, выбираем место назначения. И что-то я здесь не вижу Луну на самом деле. Во! Отлично! Луна найдена! Можно выбрать сперва планету, а потом спутник этой планеты. Что ж, отправляемся. И что интересно, можно в реальном времени проследить за запуском ракеты. И за тем, как она будет лететь. Это приятно. И это круто. И это в 2D. И это не игра не слишком сложная. В общем, давайте посмотрим, когда отсоединится первая ступень. И что же будет происходить дальше. Опачки. Ракета уже вышла... Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично! Первая ступень отвалилась. Ракета вышла в открытый космос, как я понимаю. Она уже давно покинула стратосферу. И смогу ли я увидеть, как эта ракета дотронется до поверхности Луны? Хотя, зачем ей дотрагиваться до поверхности? Скорее всего, где-нибудь на орбите Луны будет сброшен какой-то модуль. Из этого модуля вылезет спутник. Он-то и... Куда? Да куда, ракета? Эй! И этот... А, погодите-ка. Отлично! Вот наш корабль. Он летит. И... Место назначения Луна. А, он уже долетел. Смотрите-ка. И сканирование Луны происходит довольно быстро. Возможно, из-за маленького радиуса этой планеты. Да? Да-да, вот-вот будет 100%. Хорошо. Давайте пока перейдем к нашему космодрому и попробуем улучшить наш ангар. Сколько это стоит? Ха, бесплатно. Ну, отлично. Апгрейд. А вот... Да-да-да, я просканировал Луну. Отлично. Вау. А теперь появляются технологии. Я могу прокачать Луны. Модуль! Вот это действительно мы высадимся на Луну. Круто! Что-то я еще могу прокачать. Ну, блин, это все стоит очень дорого. Ммм. Ну, давайте и балет прокачаем, чтобы проще было... Давай, финиш. Чтобы проще было покидать на поверхность Луны или других... Любых других планет. Хорошо. Это здорово, что мы теперь отправим на Луну людей. Ну, давайте построим билд. Да, серьезно. И отправляем. Такс. Угу. Надо выбрать бы космонавтов. Кто же... Кто же станет первым человеком на Луне? В нашей истории. Ну, давайте выберем... Тебя. А одного только можно, да? Ладно, хорошо. На Луну отправляется только один товарищ. Да-да-да. Как выяснилось, Луна не опасна для человека. Мы ее просканировали, ничего страшного не случилось. Поэтому запуск, друзья. Хотел бы я быть на месте этого человека. Окей. И смотрите, как сильно изменилась наша ракета. Вау. Она выглядит гораздо более эпичной. Прям потрясающая. Охренеть. Друзья. Ну, видимо, грузы везется в этот раз больше. Да и... За счет этого приходится больше топлива использовать. Поэтому и ступеней, наверное, уже не одна, а будет несколько. Да. А на самом конце, на кончике, и находится наш лунный модуль. Ну, хоть бы мне показали в реальном времени, как будет происходить высадка. Вот на это я бы действительно посмотрел. Наверное, это будет красиво. Давай уже. За это все время все топливо выгорело бы. Отлично. Хорошо. Две ступени уже отвалилось. Неплохо. Сколько ступеней будет всего? Давай, еще одна отвалится стопудово. Нет. Больше ступеней нету. И вот наш лунный модуль летит. Короче, он на луне. Блин, я думал, мне покажут посадку. А в итоге я могу на луне строить лунную базу. Офигеть. Хорошо. И я могу построить аутпост, да? Мне нужно пять билдинг-материалов, два инструмента и два жизнеподдерживающих пака. В общем, не могу я пока этого сделать. Хорошо. Видимо, с земли придется тащить сюда груз. Дополнительно. Чтобы мы могли как-то эту поверхность развивать. А покинуть поверхность я смогу луны? Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ну, давайте, давайте попробуем. Нет, построить я ничего не могу здесь. Не хватает опять же ресурсов. Хорошо. Давайте тогда переместимся на землю и попробуем как-то эти ресурсы добавить. Можно ли это как-то сделать? Так, с квесты. А я посканировал луну. Это я тоже сделал. И это я сделал. Надо вернуться, друзья, теперь домой. Надо вернуться домой. Но как? Я пока не совсем это понимаю. Ладно. Переходим на луну. И вот, друзья. Таким образом им можно отправить чувака на луну. Один астронавт. Ну, поехали. А можно ли на такой маленькой штуковине вернуться? Ну да, наверное же как-то возвращались с луны люди. Все. Луна исследована, ее поверхность. Но пора возвращаться домой. Мне жалко этого чувака. Он наверняка хотел остаться. Но будет жить в итоге на земле. Если я научусь перевозить как-то грузы и находить ресурсы, которые нужно перевозить, тогда все будет иначе. Так, что у нас по исследованиям? Ну, это все стоит 100 кредитов. В принципе, давайте... Финиш. Да. Что еще? Можно улучшенный спутник. 500 кредитов. У меня столько денег нету. В общем, тратить деньги я пока не буду. Ну нафиг. Ну нафиг. Мне еще нужно оставить какую-то сумму на строительство кораблей. Иначе будет беда. Так, а если построить пулю, да? Стоит это 100 кредитов. Отлично. И попытаться... Ага, грузы не перевозятся. Можно людей посадить. Так, а как перевозить грузы? Ладно, подождем возвращение на землю. Я думаю, после этого нам дадут очередное задание. И все станет понятно. Вернется корабль через 3,5 минуты. Офигеть. Ну давайте тогда, наверное, параллельно исследуем какую-нибудь другую планету. Построю обычный спутник. Да, серьезно. И отправлю его, например... А, у меня даже два спутника есть. Прикольно. Отправлю его вот сюда, чтобы узнать, что это за планета. Да, полетели. Надеюсь, ракета сможет достигнуть точки назначения. И спутник не потеряется где-нибудь в открытом космосе. Хотя ракета у нас, конечно, первая, которая перевозит спутники. Довольно низкокачественная. Ну, поглядим, поглядим. Если у ракеты будет большое желание, она явно справится со своей сложнейшей космической миссией. А наша космическая программа ее в этом поддержит. Безусловно. Такс. Ну, я все-таки хочу научиться перевозить грузы. Такс. Сколько стоит прокачка? 500 монет. Да, у меня столько нету. Исследования тоже изучать я не буду. Такс. Вот. Захожу я в менюшку, значит, отправление корабля. Выбираем корабль. Нам нужно два пассажира. Например. Да, вот два пассажира мы посадили. Вот где, друзья, покупаются вещи. Все. Я нашел кнопку маркет. Сначала я ее не заметил. Лайф-саппорт паки. Вот то, что нужно. Ну, это луноход, не то, что нужно. Химическое топливо. Строительные стандартные материалы. Стандартные инструменты. Расширенные инструменты и материалы, как я понимаю. Ремонтный пак. И, в общем-то, экипировка для занятия шахтерством, да? Для майнинга. И все это стоит каких-то нереальных, безумных денег. Видимо, чтобы все это позволить себе, нужно реально выполнять задание. Иначе никакой лунной базы мне не видать. Ну, хорошо. Где там, черт побери, моя ракета? Где мой человечек? Это понятно. Это к спутнику летит. Вот. Еще полтора минуты остается перетерпеть. Когда он прилетит, мы обязательно его допросим. Спросим, чувак, ну как же тебе? Как вообще там, да? За пределами земли? Понравилось тебе или нет? Он скажет, ну нахер. Я все. Я как бы достаточно. Меня чуть на луне не забыли. А я ведь мог действительно забыть его на луне. И я... Это было бы непростительно просто. Наверное, его тогда уже никто и не вспомнил. Так, а что еще есть на нашем космодроме? Ну, вот ангар. Там, смотрите-ка, еще одна стартовая... Пусковая площадка стартовая, да? Здесь есть одна. И там гораздо больше. Там вообще какой-то лунный шаттл... Ой, космический шаттл находится, а не просто ракета. Прикольно. Радар. Видимо, все... Видимо, все это мы сможем построить и на луне. И в будущем будем запускать ракеты не с земли, а с луны. Ведь если запускать ракеты с луны, гораздо дальше можно их отправить. Ведь нету сопротивления атмосферы. Да, и стартовый толчок будет гораздо мощнее. Насколько я понимаю. Такс, ну что? 27 секунд, друзья. Можно вести обратный отсчет. Если бы это происходило где-то в нашей реальности, так бы оно и было. В центре управления полетами все бы встали и начали считать. А под конец, когда шаттл бы приземлился, все начали бы аплодировать. Ну, я хочу последить. Может быть, нам покажут, как он приземляется? Давай же. Два. Один. Все. Он на земле. Елки-палки. Ну, зато задание выполнено ведь, да? Да. Задание выполнено. И теперь нам нужно построить базу на луне. Мне нужно 5 строительных материалов, 2 инструмента и 1 жизни, короче, пак. Угу. Ну, давайте попробуем закупить все это добро. Здесь мы сможем перевезти. Корабль уже есть. Так, 5 строительных материалов, да? Вот они. Стоимость 500 плюс. Ну, это же очень дорого. Мне нужен бай 1. А вот, нормально, в общем-то. Блин. 155, да? Жесть. 1 лайф-саппорт пак нужен. О, стоит дешево. Хорошо. И что там еще нужно было? Это мы уже закупили. Что там еще нужно было? Перепроверю-ка я на всякий случай. Такс. 5 билдинг-материалов, 2 инструмента. 2 инструмента, друзья. Здесь я немного накосячил. Такс. 2 инструмента. Вот инструменты. Хорошо. Неплохо. Все, что нужно, у нас имеется. Загружаем это на корабль. Места, благо, хватает. Практически тютелька в тютельку. Не зря я изучил эту пулю. Не зря. Ну и отправляем на Луну. Строить нашу новую лунную базу. Полетели. Гоу, друзья. Гоу, гоу, гоу. И теперь на Луне будет образована колония. Новая лунная колония. Хотя почему новая? Ведь старой-то не было. Такс. Этот момент можно пропустить. И посмотреть, сколько летит до Луны. Всего лишь 45 секунд. Такс. А что происходит с нашим спутником? Он все еще летит к точке назначения. Пункт назначения Марс. Сразу я этого не понял. Там мне было написано. Ха-ха. Я не астроном. 30 секунд. Ну, в принципе, мелочи, да? И вот как зарабатывать деньги в остальном? Выполнять квесты? Ну, окей. Квесты выполнены. Большинство, да? А денег все еще нет. Я же должен зарабатывать деньги именно своим космическим агентством. Находить спонсоров. Продавать рекламу. Еще что-то делать. Я не знаю. Какие способы? Отправлять в космических туристов? Или просить денег у государства? Как это обычно происходит. Но... Мне никто не дает денег. Где государство, у которого можно попросить финансирование? Не вижу. Так, хорошо. Оба нам. Мы на луне уже. Вот и аутпост. Выбираем строителя. Э, в смысле? Так, стоп. Вот же наши материалы. Вот мы на планету их выгрузили. Хорошо. Теперь-то можно построить? Да, всего хватает. Ух, строительство начато. А где? Где строительная площадка? А, вот оно. 10 минут потребуется строителю, чтобы сделать то, что мы ему назначили. Отлично, друзья. На этом пока мы с вами остановимся. Вот такая игра. По-моему, она довольно прикольная. Можно исследовать космос, строить базы. В общем, если вам понравилось, я очень рад. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok